привет с вами андрей мы продолжаем прохождение воина собственно в прошлой серии мы с вами остановились на том что победили босса тенгу у нас собственно вот такие вот способности в данный момент вот такой вот инвентарь зачарование воды стоит в амфибии наша задача в данный момент с вами собраться что касаемо маски сложно сказать что конкретно стоит выбрать давайте прочитаем колыбельную на выспались учитывая наш билд самый на мой взгляд самый простой билд это через гулиатра играть и потому что он играется через защиту и большинство атак можно использовать именно через защиту особенно если вы качаете защиту если вы качаете атаку лучше всего играть через берсерка ну потому что берсерк будет более предпочтительных плане урона у нас урона не так много у нас скорее больше защиты поэтому в принципе я думаю можно здесь гладиатора проблема в том что нам нужно будет настакивать урона но у нас нет оружия соответствующего для того чтобы настакивать урон поэтому мы скажем так немножко не готовы вот поэтому тут сложный выбор врачи придется делать поэтому я думаю гладиатор наверное будет оптимальный хотя скорость атаки на кольце вряд ли появится поэтому мы просядем по урону но на в принципе это я не особо важно когда мы кольцо уберем если мы играем проще конечно играть через либо огромный урон либо через огромную защиту смотря что вы выбираете но большинстве случаев рекомендуется выбирать именно смотря какие у вас опять же испытания стоят в обычные лучше конечно выбирать защиту урон можно пройти но нужно играть еще не очень аккуратно что что мы играем с испытанием я думаю защита вам будет приоритетнее поэтому давайте выберем гладиатора откроем нашего торговца у нас собственно новая локация пещеры пещеры находятся под заброшенной тюрьмы мало обитаемых в свое время они будучи богатым полезными ископаемыми были центром кипящей торговли ремесла но их покинули после того как дворфы стали одержимы темной магией сегодня тут в основном обитают подземные жители гнолы и брошенное оборудование вероятно все они испорченные той же темной силой которая проявила себя и на уровнях выше собственно нам говорят то что у нас способность есть рекомендуется качать именно силача первую очередь сыграть через гладиатор можно еще и стойки покачать обратите внимание а на защитные стойки идет 36 защиты то есть это но это дохрена по сути говоря у нас собственные восемь очков до 15 но рекомендуется вообще конечно качать силу перо же для того чтобы вы одели броню получше собственно нашли сходу торговцы отлично нам правда сум продавать ему нечего но все-таки как вариант можно продать ему серп не все больше нам особо продавать ему нечего давайте продадим ему серп наша задача купить у него волшебный чехол но у нас на это нет денег поэтому просто идем внимательно смотрим подвиги видим летучую мышь давайте подождем как вы видите у нас с точностью против летучей мыши огромная проблема поэтому ее стоит бить магией учитывая то что она еще чемпион уклонения в нашем случае то нам прямо сильно критично с ней драться качаем опять же силу для того чтобы чуть сильнее бить а у нас присутствует рун амфибии поэтому мы в воде более быстрее себя чувствуем комбо из двух ударов на самом деле комбо маг собственно комбо набивается нам в идеале лишнего урона не получать от гнулов громил которые нам их сто процентов нанесут поэтому очень важно чтобы на вас поле вы не попадали под этот но нам они нихрена не сделают поэтому давайте ледяная ловушка чем опасно она может разбить ваше зелье поэтому для если у вас собственно нет такой возможности то ледяная ловушка вас скорее всего убьет просто приморозит и враги этим сто процентов воспользуются огромное количество ловушек здесь давайте посмотрим с помощью талисмана ничего мы не нашли переход на следующий уровень нам он в принципе не актуален собственно собираем 1 сумму для того чтобы семечко огнецвета для того чтобы прокачать на шанг нужно много раз и если быть точно 20 единиц для полного бардюка собственно сундук и ловушка отравляющая отравляющая ловушка она ее можно пройти это собственно калечащая ловушка это у нас ледяная ловушка калечащая вы в травму ног получаете при вытечении на ледяное соответственно мы уже ее активировали случайно ваш талисман стал сильнее он получил первый уровень прокачки собственно у нас присутствует джампинг так называемый отдаленный колодец но я рекомендую в первую очередь открыть комнату имеется ввиду следующий этаж который вы будете собственно куда переходить давайте посмотрим на наличие мимика это не мимик давайте заберем свитки у нас дали ярость опознания отлично собственно еще одна рассинка мак нам спину пытается бить здесь скорее всего проход должен быть давайте в этом убедимся да посмотрим что у нас по деньгам 400 но нам не хватит нам надо идти на следующий этаж собственно также нужно пройти сквозь левитацию давайте посмотрим есть ли у нас зелья левитации у нас нет зелья левитации скорее всего она будет лазурным я так думаю не знаю точно это можно было погадать если бы у нас было бы камень интуиции у нас даже алхимического котла нет алхимический котел у нас присутствует на получается девятом этаже кстати говоря по поводу уровня вообще проще всего не более эффективно скажем так вернуться на предыдущий этаж потому что вам дают опыт за предыдущих мобов по крайней мере в прошлых версиях до версии 2.5.0 они это делали поэтому проще всего конечно добежать а собственно забрать обратите внимание в любом случае нужно будет вернуться на минус один уровень точнее на 9 для того чтобы элементарно прокачать алхимика важно когда вы находитесь под левитацией случайно не закончить свою левитацию над пропастью потому что ваш персонаж когда будет бежать ему будет все равно он летит а вот когда вашему герою будет он ему уже будет не все равно поэтому очень очень важно чтобы вы не упали поэтому давайте вместе с вами вернемся у нас пробивают голодом но в принципе я думаю голод не сильно критичен а значит найти алхимика увидим алхимика давайте пробежимся до алхимика мы видим дм 200 серии он бьет электричеством то есть это маг текущего данжа мы встречались уже с магами текущего данжена для нас важно когда вы деретесь с магом просто не скажем так в лицо к нему не заходить давайте возьмем камни агрессии возьмем камни телепортации точнее так называемые они перемещения там бы в идеале еще сделать искажения но у нас пока на этом монет нет так же учитывая то что у нас нет особой энергии мы расщепим одно одно опознание и на эту энергию сделаем свиток предсказания собственно мы что то еще дополнительно узнали огонь, холод, стрельба и энергия отлично давайте посмотрим что нам опозналось да нам как вы видите большая часть предметов опозналось у нас осталось только белое зелье мы не знаем что это за зелье давайте вместе с вами об этом посмотрим собственно белое зелье у нас единственное зелье которое мы не опознали это зелье токсичного газа оно и является зелень белого цвета соответственно мы знаем об этом на самом деле это очень плохо что мы о нем не знаем но все таки нам в идеале о нем тоже будут узнать а что касаемо свитков мы свитки все опознали то есть мы в принципе опознали то что нам нужно кроме зелья поэтому для нас не сильно критично вот нам бы в идеале конечно мимика прокачать зуб имеется ввиду который потому что ну на начальном уровне начальном этапе зуб он конечно не особо и полезен ему нужно 6 единиц энергии достаточно много у нас нет такого количества давайте вместе с вами расщепим наверное холод да расщепим холод расщепим ментальное злиние немножко и прокачаем мимика для того чтобы он просто использовался нам последнего нужно 10 у нас еще 5 единиц энергии где-то нужно найти где бы их найти вот это вот хороший вопрос собственно мимика мы прокачали так же я бы хотел сделать левитацию себе собственно за 10 единиц энергии но блин где бы ее взять это здесь нет энергии давайте расщепим немножко огонь ну 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 собственно как то так мы мимика прокачали по крайней мере теперь у нас мимиков будет больше и они могут быть ебанитовыми мимики скрытые то есть у нас есть шанс того что мы их просто найдем элементарно ну как вы знаете мимики они имеют выше шанса ну больше предметов дропнуть это наш шанс того что мы просто больше предметов будем получать это опять же можно сделать с помощью удачи это гигантский чемпион гноу громила это очень жирная туша которую мы скорее всего даже и не пробьем да мы это чудо скорее всего и не пробьем но гигантского чемпиона у них есть один огромный минус гигантских чемпионов можно убить на дистанции да блин не одно так второе давайте подождем не ну громила конечно это финиш это чтобы вы понимали громила громила бронированная имеется ввиду это один из тех мобов которых вы могли бы встретить в рандомном данже с неким шансом и нам конечно же этот шанс против нас сработал но мы там не пройдем только потому что нам нужно поджигать громилу мы по другому просто не сможем его убить нам нужно чтобы этот громила оттуда отполз нам нужно что то бросить вот почему то не получается а видите в чем проблема маг не может обойти потому что тут стоит поджигающая ловушка и поэтому здесь пройти у нас скорее всего не получится поэтому наша задача просто уйти отсюда бронированную громилу мы скорее всего не убьем потому что он просто много урона в лицо от него получим маг нам повело что он нас увидел чуть позже обратите внимание у нас какая точность что просто прям поражает собственно как вы понимаете мы убили мага мы могли бы вернуться к нему но я думаю мы его просто обойти мы нашли скрытую дверь скрытую дверь тут у нас камень страха и камень стада насколько мне известно да есть шанс того что мы найдем еще камень зачарования собственно его нашли камень зачарования чем полезен вы можете зачаровать как свою броню так свое оружие качаем силача на максимум смотрим на количество нашей силы у нас силы плюс 2 соответственно мы достаточно чуть больше урона наносим у нас чуть больше хп мы видим броню бронированного громилу давайте бросим в ярости мы не деремся как вы помните потому что это просто мазохизм драться против ярости так он просто уходим неожиданная атака нечего украсть как вы помните с яростью мы не деремся мы просто ждем пока он погибнет громила кстати до сих пор жив прикольно давайте подождем можно громилу убить вообще собственно дезинтегрирующим лучом это самое быстрое и самое простое что мы могли бы сделать нам подсказывают про наличие смертельной опасности вот 400 монет наша задача в данный момент активировать переход на следующий уровень активировать его и и выйти спрыгнуть с этого запах растительности наполняет воздух это нам говорит о том что на текущем уровне у будет огромное количество травы как вы видите тут присутствует хрустальная дверь то есть мы по сути говоря рядом с прыгнем рядом с переходом что для нас будет очень очень полезно давайте подождем летучую мышь нам нечего у нее украсть работает кража на по сути неожиданно атаку то есть если вы неожиданно нарисовались выпиваем антигравитацию и падаем нашли набор алхимика но как вы понимаете набор алхимика у нас проклят для нас он бесполезен нашли телепортацию телепортация она неплохая и особенно с моим желанием постоянным на самом деле удивительно почему антигравитация так долго действует ну разработчику виднее нам подсказывает что здесь присутствуют ловушки давайте ее активируем это ловушка медвежья яма чтобы вы понимали что такое медвежья яма это собственно пол под вами будет просто проваливаться соответственно чтобы пройти эту медвежью яму нужно ее деактивировать как именно деактивировать медвежью яму вы можете просто на дистанции на большой кинуть туда любой предмет и она деактивирует медвежью яму и она деактивирует медвежью яму а также вы можете использовать камень обезвреживания который делается из на собственное свитка рассеивания проклятия он собственно делается камень обезвреживания более неожиданно более неожиданно более неожиданно для меня его атака была неожиданностью у нас некуда класть ну я сам прокачал ебанитовый зуб мимик и удивляюсь почему на меня напал мимик а собственно у нас есть метательное оружие но нам пока некуда его класть вот давайте наверное поедим пожаренное мясо и заберем пипилом пилом забрали пилом мы видим гнула громилу давайте его забьем как вы понимаете еще один мы получили с него латную броню а как вариант можно было бы ее прокачать кстати что за очарование на ней очарование на самом деле плохое очарование на ней наше задача выбить его ярость собственно все мы выбили с него ярость и мы можем спокойной душой уходить от него мы видим собственно комнату так называемого холода ну она является огненной комнатой чтобы деактивировать ее нужно использовать собственно холод но у меня его вы понимаете нет в данный момент а тут также присутствует алхимический огонь зелье силы причем самое интересное что сюда надо бросать именно в центр потому что если вы бросите вправо либо влево холод есть шанс того что зелья ваши просто растворятся давайте подождем пока громила упадет как вы видите ли он только что сквозь закрытую дверь прошел это говорит о том что мы можем спокойно пройти в ту сторону какой же ты гнилая мы не деремся с громилами потому что они нас особенно в состоянии берсерка они нам очень много урон нанесут мы можем спокойно ходить по полу потому что у нас присутствует талисман предвидения который позволяет нам видеть ловушки и не особо с ними заморачиваться собственно золотой сундучок как вы понимаете нам нужен золотой ключ для него которого у нас нету нам подсказали что здесь еще есть ловушка мы ее собственно использовали талисман предвидения и узнали то что есть есть еще свиток ужаса на самом деле свитков очень много нам их в идеале расщеплять потихоньку начинать блин место место мало забрать все хочется давайте выложим и заберем свиток наш персонаж проголодался я думаю мы скорее всего вместе с вами будем улучшать именно собственно броню амфибии так называемой пластинчатую броню потому что она элементарно у нас присутствует еще одна дублирующая броня алатную броню которая здесь присутствует очарование мы ее будем продавать хотя 510 конечно смотрится получше чем пластинчатая 08 010 но все таки опять же у нас нет места мы можем продать вместе с вами используя трансмутацию мы можем продать несколько готовых заклинаний трансмутации продается в магазинах но намного больше можно сделать с помощью алхими соединив в котле семя рунный камень и немного алхимической энергии давайте продадим алхимика и собственно поднимем лапную броню очарования и продадим ее у нас присутствуют монеты для того чтобы вместе с вами как вы видите паёк защищен электричеством то есть нам чтобы деактивировать электричество нужно будет кинуть что туда давайте добежим до торговца купим у него это маг проецирующий да проецирующего мага надо просто подождать пока он к нам подползет кто это вдохновленный громила его в идеале поджечь что мы скорее всего вместе с вами сделаем жалко я выкинул а подожгли громилу и просто от него убегаем как вы понимаете вдохновленными чемпионами драться такой симазохизм поэтому мы не рискуем и просто удар ему в спину с дезинтегрирующей палочки и он сам погибнет потому что он является у него так называемое состояние ярости в которой он присутствует и он еще чуть-чуть и упадет он собственно упал нам выдал немножко опыта забираем волшебный чехол деньги у нас весь закончились сюда прилетело летающее чудо выдало нам зелье исцеления на том спасибо скорее всего стоит волшебную стрельбу качать чтобы было больше защиты чтобы мы просто более комфортно себя чувствовали также можно починить черепную реакцию взять на 1 для того чтобы просто чуть больше у нас длилась реакция ну то есть это собственно как я говорил ранее вдохновленный проецирующий чемпион которого нужно еще постараться убить собственно он нам предоставил немножко золото а тот громила который был поэтому наш задача забрать это золото и бежать дальше давайте заберем собственно еду проблема еды в том что нам нужно деактивировать электричество а чтобы его деактивировать нужно очень сильно постараться ловушка очень далеко распространяется из-за этого мы очень сильно просели по хп как видите мы пробили его до состояния ярости поэтому нам больше с ним драться нет смысла зелья холода как я понимаю у нас нету да судя по всему зелья холода у нас нету да потому что мы все знаем все зелья а это собственно белое зелье является зельем ну да газа отравляющего отравляющего ну вот собственно токсичный отравляющий газ он является собственно мы деактивировать пока не сможем эту комнату хотя очень хотелось бы конечно но все таки на самом деле нам нужно деактивировать эту комнату причем жизненно необходимо потому что там присутствует свиток улучшения зелья и силы это два самых полезных предмета которые нам в обязательном порядке нужно деактивировать это один из самых популярных предмета воинственное состояние это очень важно нам не цена вот так вот так вот так вот так вот так он на нас кинул яд и свалил в той же виниле этот таракан я не представляю яд у нас упал, но мы оказались привязаны к месту у нас очень мало здоровья давайте вместе с вами попробуем поесть опять же таракан а судя по визуальной составляющей а тут присутствует на нас повесили хрупкость то есть у нас минимальное количество брони я думаю нет смысла рисковать давайте вместе с вами выпьем зелень как показала практика лучше быть живым чем мертвым забираем траву нам говорят, что здесь присутствует собственно вот зелья холода которые нам выдали опознание предметов как вариант его забрать опознание предметов, но чуть позже когда мы полностью следуем этаж собираем рассинки нам подсказал, что талисман перезарядился медвежью яму также стоит деактивировать для того, чтобы мы могли пройти кругом самое странное то, что я не могу найти ключ собственно от золотого сундука очень удивительно деактивировали медвежью яму предмет упал на предыдущий уровень видим гнолу громилу видим, что он в состоянии ярости упал теперь от него просто убегаем мы не деремся с яростью от слова совсем потому что нам не нужен лишний урон собственно наша задача кинуть зелье холода прямо перед собой в любое другое место мы не смогли бы деактивировать и сломали бы скорее всего зелья мы правда пройти не можем но это мелочь у жизни по сравнению с тем, что мы могли бы потерять зелье силы либо зелье алхимического огня мы выпиваем зелье силы у нас теперь, как пишут, 17 силы достаточно много мы видим еще одного таракана это тот старенький таракан которого мы это огненная гнида, которая будет пытаться нас... а это мимик офигеть, а я думаю, почему я не могу никого найти все понятно все понятно обратите внимание, мимики не ходят сквозь двери сквозь двери это нам повезло поэтому я просто думал, что он за мной в дверь пойдет но он за мной в дверь не пошел а, нет, обратите внимание он пошел в другую сторону мимик, я здесь я просто думал, где ключ а он оказывается... у мимика нечего украсть у мимика нечего украсть что жалко мимик собственно, дал нам меч из тени но это нам все не интересно потому что у нас плюс-минус мы с оружием определились поэтому для нас текущие не особо интересно летучая мышь имеет большую скорость чем персонаж стандартный поэтому вы скорее всего просто не успеете убежать от нее наша задача опознать будет броню забежав вот сюда она проклятая как вы видите все остальное нет кузнеца мы брать в данный момент не будем мы будем двигаться дальше что касаемо телепортации нужно будет расщеплять также стоит на быстрый слот поставить ко мне например перемещение для того чтобы я себя чуть более комфортно чувствовать но у нас есть контроль магов поэтому для нас в принципе перемещение не особо важно также нужно будет для торговца добежать купить у него анг для того чтобы просто чуть более комфортно себя чувствовать все всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока всем пока всем пока всем пока я